Всем привет друзья, с вами Realize, мы продолжаем играть в Caribbean Cat и сегодня я вам расскажу про новости, а точнее про наше общение с разработчиками, что они планируют поменять в ближайшее время и плюс ко всему отвечу на ваши самые популярные вопросы, постараюсь чтобы сегодня ролик был короткий и познавательный. Итак, друзья, давайте начнем с переписки. К сожалению, у нас пока что не получается наладить нормальную обратную связь, потому что я предложил ему общаться через Discord, но оказалось то, что в Китае вообще Discord не работает и вот он написал мне, извините, мы не можем использовать это программное обеспечение здесь. Тогда он мне предложил свои китайские варианты и они тоже здесь не работают, не получается зарегистрироваться, не принимают они мой номер. Я, конечно, сейчас пытаюсь этим вопросом заниматься, но пока что мы общаемся по почте. По почте общаться им очень сложно, потому что он мне говорил, в день ему приходит по тысяче разных сообщений, он среди этих сообщений теряет мои сообщения, но тем не менее по два вопроса в день я в любом случае пишу разработчикам, те проблемы, которые нас волнуют и все, что я писал, друзья, они все исправили. Вчера у нас были технические работы и они решили, во-первых, вот эту проблему. Каждый раз, когда вы открываете интерфейс подарочной упаковки, это ошибка, мы исправим это как можно скорее. Пусть каждый пакет выскакивает не более одного раза. То есть, вчера исправили окно доната, теперь оно появляется всего лишь один раз и не выскакивает каждый раз при запуске игры. Также нам вчера вернули старые цены котов и теперь они вполне себе адекватно стоят и можно свободно накопить жемчуг и купить себе даже пятизвездного кота. Вчера я им написал следующее сообщение. Здравствуйте, от лица тысячи игроков моего канала прошу вас вернуть старые цены на покупку котов за жемчужины. Пятьдесят тысяч жемчужин за кота пятизвезд это очень много. Такие действия вызывают уход игроков с проекта. Буквально через полчаса после этого сообщения проходит техническая работа на серверах и нам возвращают старые цены. И мне сразу отвечает, новая версия была уменьшена. Ну, как бы у них все плохо с переводом, он мне пытается сказать, что в новой версии была уменьшена цена. И дальше он мне пишет, кроме того, в Google Play Store можно загрузить новую версию 0.3.0. Вы можете увидеть объявление, чтобы получить алмаз. Я не знаю почему, но пока что на данный момент версии 0.3.0 нету в Google Play. Игра не обновилась. Возможно, не прошла проверку. Возможно, он ее не так залил. Я сегодня с ним буду разговаривать по этому поводу. Но якобы уже должна быть новая версия. И за то, что вчера были технические работы, мы должны были получить алмаз. Этого не произошло. Сегодня я буду с этим вопросом разбираться. Теперь вернемся к вашим вопросам. Самый популярный вопрос. Когда же выйдет русская версия? В предыдущем видеоролике я об этом говорил. Я не знаю, почему вы не смотрите мои ролики до конца. Но еще раз вам покажу это сообщение. Кстати, русская версия скоро будет онлайн. То есть, русская версия скоро выйдет. Прямо со дня на день. Я думаю, максимум осталась неделя. Следующий ваш популярный вопрос, который вы мне постоянно задаете. Когда же игра выйдет на iPhone, а точнее на iOS устройство? Я им задаю вопрос. Здравствуйте, когда игра Caribbean Cat будет доступна для iOS устройств? На что они мне отвечают в конце этого месяца? То есть, в конце августа ждите. Для iOS устройства выйдет эта версия игры. Соответственно, и народа прибавится. И играть будет гораздо интереснее. Вчера в ходе общения разработчики решили уточнить мой ID-индификатор. Что это пишу точно я. А я им написал мой ID. После этого мне приходит сообщение с кодом. Этот код я отправляю разработчикам. Тем самым я подтвердил, что я действительно являюсь владельцем данного аккаунта. И после этого мне пришло 1000 алмазов с надписью «Спасибо тебе». Это в благодарность за мои видеоролики. Как вы видите, у меня осталось 812 алмазов. Дело в том, что я сразу потратил 200 алмазов на второго строителя. Поэтому, друзья, я вам советую, если вы копите алмазы, то первым делом покупайте себе строителя. Потому что это не хасл-касл. Здесь комната просто очень много раз улучшается. И каждую комнату, которую особенно добывают, можно строить аж по 3 раза. Поэтому вам придется очень-очень много строить. Обязательно вам в скором времени нужен второй строитель. И если мы заговорили про алмазы, то вы мне хотите, наверное, задать вопрос, как копить алмазы, если их дают всего лишь по 2-3. На данном моменте игры разработчики не могут позволить давать много алмазов для игроков. Потому что у них нет спонсоров. И все деньги, которые они получают с доната, они мне говорили, что они хотят потратить на рекламу проекта. На данный момент у них нет никакой прибыли с проекта. И если они сейчас начнут вам выдавать алмазы, как, например, хасл-касл, где за неделю можно накопить больше тысячи, то, конечно же, никто донатить не будет, и проект тупо загнется. Они мне сказали, как только игра наберет обороты, то они, соответственно, добавят добычу алмазов. Но на данный момент они не могут это сделать. Теперь я хотел бы поговорить немножечко про потенциал ваших жителей, а точнее котов. Поскольку нам вернули старую стоимость, и теперь каждый игрок может себе позволить купить зажемчик трех, четырех, пятизвездочного кота свободно, я вам советую, друзья, выкупайте только трехзвездочных котов. Сейчас я вам объясню, почему. Конечно, если вы только начали играть, то выкупайте всех котов, потому что вам тупо нужны жители для того, чтобы добывать ресурсы в комнате. Но как только вы наберете максимум, то есть в каждой комнате у вас будет максимальное количество котов, то уже начинайте отсеивать, постепенно выгонять одну-две звезды и набирать трехзвездочных. Потому что у них очень слабая прокачка. Сейчас я вам покажу. Давайте рассмотрим это на примере двух котов. Смотрите, у нас есть два кота, оба из которых 20 уровня, но одного две звезды, у другого три. У кота 20 уровня с двумя звездами добыча золота 240, а рыбы 420. Переключаемся тоже на кота 20 вроде бы уровня, но у него уже три звезды. И здесь у него добыча гораздо больше. Золото 300, а рыба 540. Соответственно, если у него будет 4 звезды на 20 уровне, то у него статы будут выше. Ну и 5 звезд, соответственно, там будут максимальные статы на 20 уровне. Я думаю, теперь не стоит вам объяснять, да, почему нужно отсеивать жителей. Слабые жители, они действительно слабые. Это не как Хасл Кассл. У нас, например, Хасл Кассл одна звезда, это 20 уровней. Если мы возьмем жителя с одной звездой, он, в принципе, будет такой же по прокачке на 20 уровне, как 5 звездочный на 20 уровне. Здесь, друзья, другая механика. И поскольку вы пришли с Хасл Кассл, вы, возможно, не обращали внимания на эти моменты. Давайте я вам расскажу про свои планы. Сегодня я продолжу общение с разработчиками и займусь следующим вопросом. Это неправильное отображение мощности. То есть, давайте на примере игрока Апостол. У него 61 449, мне показывается. А, например, по факту у него 80 тысяч. И таким образом игрокам тяжело ориентироваться. Так что, в первую очередь, я займусь этим вопросом. Если у вас появились какие-то новые просьбы, либо предложения, обязательно пишите их в комментариях. И самое популярное я опять буду объединять и задавать разработчику. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok